Рассмотрим еще один инструмент рисования, который называется каллиграфическое перо. Для того, чтобы получить доступ к этому инструменту, необходимо зайти в инструменты, далее рисование и здесь найти перо, каллиграфическое, подчеркиваю это. Или, соответственно, найти специальную пиктограммку в виде небольшого пузырька с чернилами или тушью и небольшого перышка на панели инструментов и щелкнуть по ней один раз. После этого у нас будут доступны настройки этого инструмента. Не забывайте, если вы здесь сделали какие-то изменения, их всегда можно сбросить по умолчанию, щелкнув по специальной кнопке в нижней части окна параметров инструмента. Этот инструмент, перо, иногда часто путают с инструментом под названием «контуры». Дело в том, что на пиктограммке контуров изображено перо с кривой. А мы сейчас будем говорить о особом инструменте рисования, который так и называется «каллиграфическое перо». Обратите на это внимание. Дело в том, что этот инструмент является в некотором смысле уникальным. Если мы обратимся к настройкам, например, обычной кисти, инструмента «кисть», мы увидим, что у нас есть специальный набор кистей. Дело в том, что наши кисти являются пиксельными растровыми изображениями. Мы выбираем, и соответственно, ту кисть, которую мы выбрали, оставляет тот узор, который эта кисть соответствует. Здесь же мы в настройках самой кисти могли управлять еще и динамикой рисования. А когда мы работаем с инструментом перо, у нас этого набора кистей нет. И соответственно, нет динамики рисования. Это связано с тем, что этот тип кистей, которые используются при рисовании этим инструментом, относится к так называемым процедурным кистям. То есть это та кисть, которая генерируется особым специальным алгоритмом, который определяет непосредственно ее работу. Дело в том, что если мы посмотрим на обычную жизнь, каллиграфия, и то искусство, соответственно, каллиграфии, которое существует, и те рисунки, которые можно, например, рисовать с помощью туши и обычного чернил, каким надо быть талантливым, уникальным художником при работе с этим инструментом, особенно с каллиграфическим пером. Потому что любая ошибка, она будет непоправима. Дело в том, что когда мы рисуем чернилами, чернилами по бумаге, они моментально впитываются, образуя узор. Мы исправить ничего не сможем. У нас нет ластика, как при работе с карандашом. И малейшее движение, то, что мы будем создавать, оно сразу будет оставаться. И исправить будет это уже невозможно. И поэтому каждый рисунок, который делается тушью особенно, тот рисунок, который делается чернилами, он уникален, он неповторим. Как, например, возьмите китайский иероглиф. Нельзя нарисовать один и тот же иероглиф одинаково постоянно. Потому что сам принцип создания его и как он рисуется, он уникален. Вот из обычной жизни этот инструмент и перешел непосредственно в цифру и в графических редакторах. И нам нужно каким-то образом, соответственно, найти, подобрать инструмент, который будет имитировать чернильное перо с возможностью, соответственно, смены кончика пера. И вот давайте посмотрим его настройки непосредственно сами. И посмотрим, как этим перо, соответственно, настраивать и как им рисовать. Если мы взглянем настройки, мы увидим, что такие режимы наложения и смешивания у нас доступны, как и в обычных инструментах рисования, таких как кисть. Ниже у нас бегунок, определяющий непрозрачность. Еще ниже так называемое сглаживание штриха. Параметр, если мы его включим, то будем рисовать более плавные мазки. Следующий пункт – это коррекция и чувствительность. Обратите внимание, там и там есть размер. Вот эта коррекция, она определяет, размер коррекции определяет видимую толщину пера, то есть узкая или широкая. Угол определяет угол кончика пера по сравнению с горизонталью. В свою очередь, чувствительность, вот этот размер, он определяет размер пера. Значение, если здесь будет стоять ноль, оно означает минимальный. Наклон, он определяет угол наклона пера по сравнению с горизонталью и связан, соответственно, с углом, с этим параметром. И достаточно важный параметр – это скорость. Скорость – это такая функция, которая определяется непосредственно, как мы рисуем. Чем быстрее мы рисуем, тем уже получаем линии. И следующий, вот этот, в самом низу, у нас имеется пункт, который определяется формой. Это так называемый тип кончика нашего пера. Он может быть либо окружность, квадрат или ромб. И рядом находится специальная так называемая настройка формы. Если мы, например, наведем на специальных квадратах в этом кружке, то, щелкнув по нему и доложав левую кнопку, мы можем менять, соответственно, данную форму. Сейчас мы применим все это и увидим, как это работает. Обращая внимание, не забывайте, если вы здесь сделали изменения, сбросьте их, щелкнув по специальной кнопке в нижней части параметрах инструментов. Давайте создадим новый проект, новый документ, соответственно, наше изображение. Создать проект. В настройках выберем цвет фона заполнения. Он у нас в данный момент белый. Обратите внимание, альфа-канала в изображении нет. Изображение представлено одним слоем под названием фон. Теперь давайте взглянем на кончики этого инструмента пера. Поменяем, соответственно, чуть-чуть размер, чтобы нам было как максимально лучше видно. Выбрано квадратное, точнее круглое. Поменяем на квадратную. Обратите внимание, какая форма получается. На ромбическую. А если мы поменяем, соответственно, форму? Если квадратную, а если круглую. Соответственно, если мы меняем, вращаем вот этот кружок, ухвативший за центральный вот этот квадратик, тем самым будем менять и форму данного перышка, кончика нашего перышка. Обратите внимание. Отменим эти действия. И сбросим настройки. Давайте посмотрим. Да, это перо, соответственно, как инструмент рисования мы можем выбирать любой цвет, каким непосредственно мы будем рисовать. Обратите на это внимание. Ну, любой. Отменим действие. Как и в любом инструменте рисования, как и кисть, мы можем рисовать прямые линии с помощью клавиши Shift. Если мы зажимаем, ставим, как говорится, первую точку, зажимаем Shift, держим Shift, не отпускаем, нажимаем левую кнопку мыши. И мы можем рисовать, используя этот инструмент, в виде таких отрезков по прямой. Обратите на это внимание. Очень важный параметр – это вот эта скорость. Дело в том, что… Давайте зададим его по максимуму, посмотрим, как себя ведет наше перо. Когда мы рисуем с помощью этого пера, здесь происходит очень интересный эффект. Вот это значение скорости сейчас стоит на единице. Очень сильная большая зависимость происходит от того, как мы совершаем движение мыши. Вот сейчас я совершаю очень медленные движения. Теперь я их ускоряю. Зажата у меня сейчас левая кнопка мыши, обратите внимание. Это так называемый непрерывный мазок. И как меняется тот узор, который мы оставляем. Если я очень резко меняю скорость перемещения мыши, обратите внимание, какие линии возникают. Теперь я сделаю очень резкие движения мышью с разным накоплением скорости. Как бы я медленно-медленно-медленно, а потом резко-резко ускоряюсь. Обратите внимание, какой отпечаток сформирует кисть. Узор. А давайте поменяем размер. Обратите внимание поведения этого пера, этого инструмента. Давайте теперь сделаем следующее. Поменяем режим. Место нормальное. Сделаем, например, ластик. Чуть поменяем кисть. И проведем нашим инструментом перо по изображению, но поменяв только один режим. Начинаем движение. Обратите внимание, что происходит. Режим начинает выделяться рамочкой. А в статусной строке мы имеем надпись «У активного слоя отсутствует альфа-канал». Помните, я сказал, что в изображении нет альфа-канала? Добавим его. Чтобы добавить альфа-канал, не забывайте, можно зайти в слой, далее «Прозрачность», «Добавить альфа-канал». Но мы сделаем проще. Щелкнем по нашему изображению, по нашему фону, по слоям, соответственно, правой кнопкой. Добавить альфа-канал. И теперь, когда у нас есть альфа-канал, режим «Ластик», настройки не меняли, проводим. Обратите внимание, что сейчас происходит. Мы эту область стираем, а мы поменяли всего лишь режим на «Ластик». А что будет, если мы сейчас удалим альфа-канал из нашего изображения? Дело в том, что в альфа-канале хранится информация, которую мы стираем. То есть, как бы мы на самом деле ничего не стираем, а именно здесь в альфа-канале помечается та область, которую мы стерли. Обращайте тоже на это внимание. Давайте теперь удалим альфа-канал изображения. Обратите внимание на эти области, что с ними сейчас произойдет. Мы щелкаем правой кнопкой, где наши слои. Удалите альфа-канал. Смотрите, что произошло. Эти области заполнились чем? Цветом фона активного. А если у нас активный наш цвет фона был бы другим, например, красный, отменим действие удаления альфа-канала и снова удалим альфа-канал. Видите, каким образом? Что происходит? И здесь режимов, соответственно, огромное количество. Мы можем применять их и смотреть, что будет происходить. Про режимы наложения, смешивания мы поговорим отдельно. А в конце я хочу сказать, что этот инструмент достаточно интересный. И с ним надо работать. И использовать в своих работах. А с другими инструментами рисования мы познакомимся в следующих видео. А на сегодня все. Спасибо и до свидания.